всем привет сегодня 12 июля 2024 года и я соорудила свое фаленопсисовое дерево вот так вот она выглядит хочу запечатлеть не знаю получится продолжение это видео или нет но я решила запечатлеть посмотрю как будет это все выглядеть через какое-то время и будет ли она живым потому что как вы знаете я живу в австралии и у нас очень холодные ночи сейчас у нас зима и температура опускается до 5 градусов и конечно как вы видите фаленопсисы страдают хотя они даже находятся под крышей но все равно они страдают и я решила что я что-то должна с этим сделать потому что фаленопсисов у меня обыкновенной гибридных очень много мне еще месяца три назад наверное отдала моя подружка которая любит их просто покупать они у нее цветут и потом она их хотела выкинуть ну и предложила мне я говорю да оставь они зацветут она говорит нет не надо ну в общем она мне их по отдавала и у меня еще было парочку и как вы видите они все вы по выпускали цветоносы но конечно вид у них плачевный и я не знала что с этим делать и я соорудила вот такую вот вот дерево такая мысль мне пришла уже давно в голову я как-то увидела в интернете фотографию какое может быть фаленопсисовое дерево заснять это все как я все это делала конечно же у меня не получилось тут и двух рук не хватало но кое-как я это все дело накрутила подложила подкладывала мог под каждую орхидей q у кого-то были корни получше ну вот как вы видите там вот и мог есть и вот так вот каждую каждую орхидей q я постепенно постепенно все обмотала сначала сам хом а потом кокосовое волокно и вот посыпала медленного действия удобрения все обрызгала и теперь буду ждать находится она у меня в моей швейной комнате здесь думаю будет светло ну и конечно же не холодно и днем когда работаю здесь еще и подсветка в общем ну посмотрим ну вот так вот да видите я очень жалко за этим всем делом наблюдать когда вот так вот выглядят хотя у меня есть орхидеи которые полностью находятся тоже в комнате и там конечно листья очень чистые красивые ну что надеюсь будет продолжение посмотрим как это все дело будет выглядеть и через какое-то время всем привет я вернулась сегодня у нас 7 августа ну практически месяц прошел и я конечно вижу результаты что-то как вы видите тут вот цветоносы они подросли и вот этот вот цветоносик подрос точно была маленькая пимпочка ну то есть процесс идет даже один у нас распустился и один у нас ушел вархарай поэтому ну пока что все живы и я считаю что результат неплохой хотя здесь тоже у меня в комнате конечно опускается температура потому что дверь закрыта все таки ну платье и все такое вот я пытаюсь чтобы здесь было чистенько не хочется чтоб животные собачки заходили поэтому дверь закрыта здесь всегда и ночью здесь тоже опускается температура ну конечно не так как на улице ну в общем посмотрим что будет дальше пока что вот такой вот один цветочек так ну что продолжаю снимать сегодня 18 сентября я не помню когда я начала снимать с ним понятно что когда будет видео по датам будет понятно ну вот я показываю без всяких прикрас что получилось ну и делаю конечно свои выводы что я это все все эту в общем все я организовала неправильно нужно это было делать когда тепло ну а я сделала конечно когда у нас была зима когда стада страдали орхидеи и получилось вот такой вот результат что-то зацвело сначала здесь бутоны осыпались как вы видите но сейчас цветоносы начали расти потому что тепло и начали открываться кое-какие цветы ну и вот это верхний до ярус тут что-то погибло нужно будет переделать посадить кое-что ну и вот самый нижний ему конечно понравилось больше всего вот так вот два цветоносика он открыл и красиво красиво цветет ну что будем продолжать смотреть но я думаю что самую большую ошибку это я сделала когда я сделала это все зимой а так в принципе все работает ну вот я опять снимаю снимаю сегодня 2 октября я думаю что наверно закончу на этом снимать и покажу что я хочу сказать что я 18 сентября тогда когда снимала последнее видео я досадила две орхидейки вот этот фаленопсис я посадила и вот этот в общем сейчас выглядит вот так вот это вот вся конструкция но я думаю что еще нужно досадить наверное вот здесь вот внизу посажу потому что там что-то росло ну что я вам хочу сказать что я вижу сейчас конкретный результат что пошли новые листики начало все расти солнышко пригрело и вот видите вот это погибало с этой стороны не знаю что там наверное середина вообще наверное да и вот пошли две детки то есть ну многие выращивают их внутри в доме когда тепло подсветка поэтому конечно это будет все работать у нас нет отопления внутри дома поэтому орхидеи страдали зимой ну а так я смотрю что все 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 прекрасно поэтому здесь вот смотрите цветонос как начал развивать свой свои растики по бокам то есть кончик цветоноса засушил и начал хотя растение само страдает ну посмотрим ну во всяком случае все работает эти вообще прекрасно себя чувствуют даже не заметили пересадки я так купила их на распродажи они уже такие вот листики были опущены в общем этот вообще красавчик с такими пятнистыми листиками ну слушайте здорово конечно когда это все дело расцветет будет шикарно да такое будет фаленопсисовое дерево как я и хочу чтобы она так и было ну в общем вот так вот она выглядит сейчас этот верхний цветок очень долго уже держится и кстати вот тоже по бокам растут цветоносики выпустили ну что будем экспериментировать мне нравится что то интересное всегда поэтому на вот такой вот красивой нотке заканчиваю свое фаленопсисовое дерево всем желаю прекрасного и пышного цветения ваших орхидей пока пока какой сюрприз к нам прилетел белый кокодун первый раз какой же он огромный эти с красными красно-зеленые просто это king parrot эти разноцветные синими сине-желтые это лорикид и это конечно огромный первый раз сегодня но он щелкает семечки на раз два три конечно с ними нужно аккуратно потому что они могут и всю мебель погрызть тоже если их запустить куда-нибудь поближе надеюсь что они будут только в этой стороне дома и не будут нам ничего портить и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok